Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица. Православный взгляд на события в мире» в студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе. Верховный суд Украины разрешил Украинской Православной Церкви сохранить свое название, о чем говорится в документе. Этот святой родился во времена земной жизни Спасителя и был учеником святого Иоанна Богослова, священномученик Игнатий Богоносец. 20 декабря Православная Церковь чтит его память. Он открыл новое направление в искусстве. 16 декабря – день рождения Василия Кандинского, художника, стоявшего у истоков абстракционизма. В Киево-Печерской лавре открылась выставка-ярмарка, посвященная Дню святителя Николая Чудотворца. Чем там порадуют посетители? Рукотворная ткань и несколько миллионов узелков. В Симферопольской епархии открылась выставка уникальных икон из имна. Верховный суд Украины разрешил канонической Украинской Православной Церкви сохранить свое название. Решение обжалованию не подлежит, так что в этом вопросе поставлена точка. Жалоба о переименовании епархии была подана Министерством культуры Украины. Ведомство посчитало, что название Украинской Православной Церкви у Московского Патриархата указывает на принадлежность к Русской Православной Церкви. Но Верховный суд посчитал иначе и поддержал решение двух предыдущих судов о запрете украинским ведомствам отменять регистрационные действия в отношении 267 религиозных организаций Украины. Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в единый госреестр о Киевской митрополии Украинской Православной Церкви и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Напомню, что 22 декабря 2018 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской Православной Церкви. В тексте закона говорилось, что Украинская Православная Церковь должна будет указать в своем названии принадлежность к государству-агрессору. В Украинской Православной Церкви заявили, что будут оспаривать требования со стороны властей о принудительном переименовании. Как сообщалось ранее, бывший глава департамента по делам религии Андрей Юраш заявил, что общины Украинской Православной Церкви, которые не внесли изменения в свои уставы, не смогут реализовать ни одного юридического действия. Однако решение Верховного Суда приостанавливает эти неправомощные действия. Суд не удовлетворил жалобу Украинского Министерства Культуры, которое добивалось переименования Церкви, и согласился с позицией двух предыдущих инстанций, которые удовлетворили заявление предстоятеля Украинской Православной Церкви, Митрополита Киевского и Всеукраины Ануфрия, о запрете структурам Минюста и Минкультуры совершать какие-либо регистрационные действия в отношении Церкви. Как отмечается в опубликованном документе, основания для отмены или изменения обжалуемых судебных решений отсутствуют. Постановление Верховного Суда обжалованию не подлежит. Он жил в Первом и начале Второго веков, во времена первых крупных испытаний для Церкви, оставшийся без руководства апостолов, святой Игнатий Богоносец. Этот святой имеет особое значение для нас, потому что он близко общался с учениками Христа, от них слышал христианское учение и был свидетелем распространения и развития первых христианских общин. В своих семи письмах он запечатлел для нас апостольскую эпоху. Подробнее об этом расскажет Анатолий Басов. Священномученик Игнатий Богоносец, родом из Сирии, был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Игнатий был вторым епископом антиохийским. Предание сообщает, что когда святой Игнатий был ребенком, спаситель обнял его и сказал «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». Богоносцем же он наименован потому, что имел имя Спасителя в своем сердце и непрестанно ему молился. Святой Игнатий ревностно и не жалея сил трудился на ниве Христовой. Ему принадлежит установление в церковной службе антифонного пения на два лика или хора. Во время гонений он укреплял души своей баствы и сам горел желанием пострадать за Христа. В 106 году император Троян по случаю победы над скифами приказал повсеместно приносить жертвы языческим богам. А христиан, отказывающихся поклониться идолам, убивать. Во время похода против армян и парфян в 107 году император проходил через Андиохию. Здесь ему донесли, что епископ Игнатий открыто исповедует Христа. Учит презирать богатство, вести добродетельную жизнь, хранить девство. В это время святитель Игнатий добровольно явился к императору, чтобы отвратить гонения на антиохийских христиан. Настойчивые просьбы императора Трояна принести жертву языческим идолам были решительно отвергнуты святым Игнатием. Тогда император решил отдать его на съедение зверям в Риме. Святитель Игнатий с радостью принял вынесенный ему приговор. Его готовность к мученическому подвигу засвидетельствована очевидцами, сопровождавшими святого Игнатия из Антиохии в Рим. На пути в Рим корабль, отплывший из Селевкии, остановился в Смирне, где святой Игнатий встретился со своим другом, епископом Поликарпом Смирнским. Из других городов и сел к святому Игнатию стекались священнослужащие и верующие. Святитель Игнатий увещевал всех не бояться смерти и не скорбеть о нем. По пути в Рим святой Игнатий посещал храмы, произносил поучения и наставления. Тогда же он написал еще шесть посланий к ефесянам, магнезийцам, троллейцам, филадельфийцам, к епископу Смирнскому Поликарпу. Римские христиане встретили святого Игнатия с великой радостью и глубокой скорбью. В день языческого праздника, 20 декабря, святого Игнатия вывели на арену цирка, и он обратился к народу. «Римские мужи, вы знаете, что я осужден на смерть не ради злодеяния, но ради единого моего Бога, любовью к которому я объят и к которому стремлюсь. Я его пшеница и буду смолот зубами зверей, чтобы быть ему чистым хлебом». Сразу же после этого были выпущены львы. Предание повествует, что, идя на казнь, святой Игнатий непрестанно повторял имя Иисуса Христа. Когда его спросили, почему он это делает, святой Игнатий отвечал, что носит это имя в своем сердце. «А кто запечатлен в моем сердце, того я устами исповедую». Когда святой был растерзан, оказалось, что сердце его не тронуто. Разрезав сердце, язычники увидели на внутренних сторонах его золотую надпись «Иисус Христос». В ночь после казни святитель Игнатий явился многим верующим во сне, чтобы утешить, а некоторые видели его молящимся. Услышав о великом мужестве святителя, Троян пожалел о нем и прекратил гонение на христиан. Мощи святого Игнатия перенесены в Антиохию, а впоследствии со славою возвращены и положены 1 февраля в церкви по имя священномученика Климента, Папы Римского. В Киеве-Печерской лавре начала свою работу традиционная всеукраинская ярмарка «Никольская». Она посвящена дню памяти святителя Николая Чудотворца. Традиционно в выставке участвуют монастыри, храмы и прихода из многих епархий Украинской Православной Церкви и Ближнего Зарубежья. Свою продукцию представляют православные издательства, мастера церковных и народных ремесел. На ярмарке представлены церковная утварь, иконы, духовная литература, ювелирные изделия, аудио и видеозаписи, лечебные травяные сборы, лечебная косметика и мед. По словам организаторов, одна из задач выставки в том, чтобы принести людям радость к празднику, помочь выбрать достойные подарки для близких. Далее в программе о том, что говорит режиссер Эмир Кустурица о себе, кинематографе и православии. Каково отношение церкви к суррогатному материнству и чем так привлекли миллионы людей в начале 20 века идеи Зигмунда Фрейда. Об этом и не только в интернет-обзоре. Он продолжит наш выпуск. Чем так привлекает фрейдизм? На что основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд, так сказать, открыл глаза миллионам людей? И как эти так называемые открытия выглядят с позиции христианского учения? Разобраться в этом поможет публикация на сайте православия.ру. Каково отношение церкви с суррогатным материнством? И какие репродуктивные технологии могут быть признаны этичными? Почему недопустимо суррогатное материнство? Мнение священника об этом вы найдете на сайте православия.ru. Выдающемуся режиссеру Эмиру Кустурице 65 лет. Он хотел сделать с Алексеем Балабановым фильм о Сталине. Снимал в своих картинах Джона Деппа и Монику Белучи. Но при этом он ненавидит лживый Голливуд и считает, что это взаимно. Он выступает по Синемиру со своей рок-группой и хочет снять фильм по трудам своего любимого писателя Федора Достоевского. В 2005 году Кустурица принял православие и крестился с именем внимания. Его высказывания о себе, вере и кино разгустил сайт православного журнала «Фома». Как вернуть радость жизни и стать счастливыми? Апостол Павел дает нам простой и понятный рецепт. Какой именно, читайте об этом на сайте Союза православных журналистов. Совсем уже скоро рождественские праздники. Как выбрать хорошие рождественские подарки всем и не потерять при этом уйму времени, денег и силы? Несколько советов опубликовал сайт православного журнала для женщин «Матроны Рубы». Читайте и находите нужную информацию. О новых публикациях православных сайтов мы расскажем вам в следующем выпуске. В эфире «Седмица» и далее в нашем выпуске о таких событиях. Он открыл новое направление в искусстве. 16 декабря – день рождения Василия Кандинского, художника, стоявшего у истоков абстракционизма. Рукотворная ткань и несколько миллионов узелков. В Симферопольской епархии открылась выставка уникальных икон из льна. Художники эпохи Возрождения задали высокую планку в изобразительном искусстве. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли, Караваджо. В лучшие музеи мира редко попадают дилетанты. Василий Кандинский – один из крупнейших художников 20 века. Тех, кто не только смог конкурировать с великими живописами прошлого, но и открыл новое направление в искусстве – абстракционизм. О художнике – в нашем сюжете. Василий Кандинский стал художником довольно поздно – в 30 лет. Однако за оставшиеся полвека ему удалось прославиться не только картинами, но и теоретическими трактатами. Самый известный из них – о духовном в искусстве. Во многом благодаря этому труду в мире Кандинский известен как основоположник абстракционизма. Василий Васильевич Кандинский родился в декабре 1866 года в Москве в знатной семье. Его отец, богатый коммерсант, происходил из древнего кяхтинского рода кандинских. Они считались потомками царей из Мансинского кандинского княжества, а прабабушка его была княжной из тунгусского рода Гансимуровых. Большую часть состояния семья тратила на путешествия. В течение первых пяти лет после рождения Василия они объездили и Россию, и Европу, а затем поселились в Одессе. Здесь будущий художник получил классическое образование, одновременно развиваясь творчески. Игре на фортепиано и виланчеле, рисованию, его учил частный преподаватель. Уже в юном возрасте мальчик умело обращался с кистью и сочетал, казалось, несочетаемо яркие цвета. Позже эта особенность легла в основу абстракционизма. Родители таланта сына не рассмотрели, и по их воле в 1885 году Василий Кандинский поступает в Московский университет на юридический факультет. Пропустив два года по болезни, Кандинский успешно закончил обучение. И поскольку он зарекомендовал себя перед преподавателями как способный ученик и многообещающий ученый, ему было предложено остаться на кафедре преподавать. С 1895 года он работал художественным директором в Московской типографии. А затем ему поступило приглашение занять место профессора юриспруденции в Дербцком университете. Но Василий Кандинский отказался, твердо решив стать художником. На его решение повлияли, как он писал, впоследствии два события. Посещение выставки французских импрессионистов, а также опера Рихарда Вагнера «Лоенгрим» в Большом театре. На момент, когда будущий великий художник и теоретик искусства понял свое истинное предназначение, ему исполнилось уже 30 лет. Кандинский поступил в частную школу Антона Ашбея в Мюнхене. Там он получил первые советы по построению композиции, работе с формой и цветом. Необычность его работ стала предметом для насмешек коллег по кисти. Он писал маленькие пейзажи, пользуясь не кистью, а мастихином. Получались пестрые этюды, и коллеги подшучивали между собой над этими упражнениями в чистоте красок. Позднее Кандинский поступает в Мюнхенскую академию художеств в класс Франца Фонштука. Там были довольны студентам, но, тем не менее, его палитру считали слишком яркой. И целый год Кандинский пишет в черно-белой гамме, изучая форму как таковую. Именно эта работа над композицией двигала его вперед, так как, работая в монохромной живописи, он не отвлекался на столь любимый им цвет, и в будущем это дало толчок для его развития. В 1911 году Кандинский написал первую книгу о духовном в искусстве. По факту, трактат этот стал первым теоретическим обоснованием появления такого жанра, как абстракционизм. Кандинский говорит о том, что произведения искусства состоят из двух элементов – внутреннего и внешнего. Внутренний элемент – есть эмоция души художника. Первая мировая война 1914 года заставила Кандинского вернуться на родину. Там он стал преподавать поначалу в свободных мастерских, а затем в высших художественно-технических. На занятиях он пропагандировал свободный стиль написания, из-за чего часто вступал в конфликт с коллегами-реалистами. Василий Васильевич возражал – форма без содержания – не рука, но пустая перчатка, заполненная воздухом. В доказательство того, что абстрактные картины не уступают реалистическим, художник написал свои произведения «Белый овал», «Белая линия», «Фуга», «Красная площадь», «Голубой сегмент» и другие. Василий Кандинский прожил долгую жизнь – 78 лет. Его не стало в декабре 1944 года. Диалог с Василием Кандинским актуален и сегодня. Его картины – артефакты подлинного высокого искусства. В Культурно-выставочном центре Военно-исторического музея-заповедника в Севастополе открылась выставка уникальных икон из льна. Автор икон – народный артист Украины Владимир Денщуков. Он единственный в мире человек, создающий иконы в технике узелкового плетения макраме-калаш. Каждая икона насчитывает несколько миллионов узелков тонкой льняной нити, завязанных вручную без использования спиц и крючков. Лики святых написаны маслом на льняном холсте. Это собранное в единое полотно без поперечного крепления, полумиллиметровая нить, рукотворная ткань, запатентованная мастером. В технике макраме-калаш Владимир Денщуков работает более 30 лет. Выставки икон проходили в разных городах Украины, России, Австрии, Венгрии и Германии. Все работы выполняются по благословению священника и в соответствии с церковными канонами. Выставка продлится до конца января. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. До встречи через 7 дней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова